Добрый вечер всем! Наше время сейчас 4 часа 20 минут. Прошли в общем-то вторые сутки турнира. Просто хочу немножко показать вам, где мы находимся, где у нас... Это как бы одно окончание этого водоема. Сзади вы видите город Белград. В принципе, если бы можно было видеть через лес, то за моей спиной вы бы тоже увидели город Белград. Рестораны, рестораны, кафе, рестораны. В общем-то, это вот место шикарное. Парк тут огромный. Конечно, такого нам очень не хватает в Израиле до 100%, потому что здесь на любой вкус у тебя есть площадки для гольфа, возможность кататься на роликах, на велосипедах, на чем угодно. Правда, не видел здесь лошадей, так что, скорее всего, конного спорта здесь нет. Но я думаю, что и без этого хватает здесь места для развлечений, места для пикников. В общем-то, шикарно тут, конечно, дубовые рощи. Такие колоритные персонажи разбуливают здесь. Слева вы видите здание, в котором проходит жеребьевка, брифинги капитанов. И там же, скорее всего, будет церемония награждения. Штаб располагается в здании Федерации Каноэ. Привет, ребята. Я сейчас замолчу на пару минут, чтобы можно было подойти и посмотреть в штаб. Не будем мешать людям. Они работают. Протоколы. Разъезжают раннеры. Перемещение вокруг водоема, к сожалению, пешком нереально, потому что расстояние огромное. Длина водоема 3 километра. Соответственно, если ходить вокруг, то вот вчера, по-моему, Игорь посмотрел на своем телефоне. Он за вчерашний день находил более 16 километров пешком. Ну, можете себе представить, что такое 15 километров пешком. Ноги он себе стер. Сегодня он уже все-таки предпочитает велосипед. Это как бы здесь стоянка машин рыбацких. Кругом стоят машины разных федераций спорта. Болгарская вон стоит. Там я где-то видел Бельгия. Ну, и наши тоже где-то недалеко стоят. В принципе, вокруг водоема на машинах ездить запрещают. Там дальше находится футбольный стадион. Ну, и дальше идет огромный парк с ресторанами, с кафе, с всеми остальными делами. В общем-то, шикарное место. Если бы еще рыбы была, цены бы ему просто не было. Но так, к сожалению, конечно, по крайней мере, последняя информация, что только одна команда, вроде Болгария, размочилась. Взяли рыбу. Понимаете, что это не сильно хороший результат для чемпионата мира, которого ждут целый год, к которому готовятся, в который вкладывают огромные средства. Но, в общем-то, приехать вот так вот и, мягко говоря, получить в подарок большой чупа-чупс, это не самое приятное занятие для спортсменов. Если, может быть, мы можем себя считать как-то все-таки больше любителями, чем суперспортсменами, как вот те же сербы и хорваты, каково им, как бы, когда они проходят огромное количество отборочных туров, попасть в сборную очень тяжело, много усилий тратится на тренировки, потом приехать сюда и вот три дня тут отсидеть, наблюдая за купающимися и нудистами. К сожалению, поступают жалобы на нудистов, потому что возраст средний контингента 60+. Вы понимаете, это не совсем то, на что было бы очень приятно смотреть в обнаженном виде. Но, правда, тут уже в фотографии попадаются на приятные экземпляры, которые располагаются прямо между секторами, буквально в метре от рудподов. Но это редкость. Опять появились купальщики, которых пытаются гонять, но, к сожалению, тут получается, что часть водоема, она не закрыта, потому что сектора находятся правее или левее, и поэтому проконтролировать заход в воду с тех секторов нереально. А люди переплывают этот вдвоем, просто поперек. Ну, как бы, ширина у него всего 300 метров, поэтому переплыть не проблема. И люди в итоге переплывают прямо между удочками. Понятно, это опасно и для них, и для участников. Ну, и понятно, что они же шумят, они же плывут. И, как считают спортсмены, что они им распугивают просто рыб. Вроде бы как, жюри приняло меры, и завтра усилят безопасность, то есть добавят полицейских именно на той стороне, которая сейчас менее контролируется. И попытаются все-таки пресечь эти попытки людей вторгаться в сектора. В общем-то, больше, к сожалению, сказать особо нечего, потому что тишина. Раннеры слоняются между командами в ожидании поклевки. И, сколько я понимаю, где-то происходит хоть какая-то поклевка, все бегут туда. То, что я сейчас наблюдал в эфире у Вовы Файнермана, когда была поклевка у команды из Соединенных Штатов. Там у них, по-моему, за спиной собралось, ну, не знаю, еще 20, это минимум. Может, там и больше было. Потому что всем интересно посмотреть, смогут ли они вывезти рыбу. Ну, они не смогли. Чему, кстати, очень многие сильно обрадовались. Вот, сейчас у команды Хорватии будет замена. У них две пары с рыбой и одна без рыбы. И они, наверное, считают, что, заменив в той паре человека, они смогут ее усилить, эту команду, и как-то переломить ситуацию. В общем-то... А, еще в какой-то команде тоже будет замена, но я не помню в какой. В Хорватии я знаю точно, потому что их капитан сейчас приходил к нам. В общем-то, вот такие вот дела. Ну, если будет что-то интересное, обязательно выйду в эфир, вам скажу. Всем большое спасибо.